Вторая смена молодежного форума «Утро» в самом разгаре. Ребята из разных регионов России презентуют свои проекты. Какие смелые мечты они хотят воплотить в жизнь и чему учатся на Тюменской земле, расскажет наш постоянный обозреватель форума Ксения Танасичук. Вторая смена встречает участников дождливой погодой, но ребят не страшат прогнозы синоптиков снаружи, хоть и прохладно, но внутри в шатрах по-настоящему горячо, ведь форуму есть, что предложить своим гостям. Катя приехала на форум из Челябинска. Она мечтает развить добровольчество в родном городе и даже составила инструкцию о том, как создавать волонтерские движения и куда обращаться. Программу уже опробовала в 30 школах. В этом году девушка твердо решила внедрить свой проект во все учебные заведения города. Мы хотим в середине учебного года сделать такой небольшой интенсив с учителями, которые реализуют эту программу, и с учащимися школьниками-добровольцами, которые ее у себя тоже активно развивают, чтобы школьников еще больше покачать по каким-либо направлениям, выявить лидеров. А вот Василий в родном Ханты-Мансийске собирается организовать обмен одеждой. Так называемый дресс-кроссинг – модная альтернатива привычным пунктам сбора старых вещей. Вот вещь второго плана, я ее не буду носить, потому что она уже была кем-то ношена. Я хочу этот стереотип убрать. И хочу убрать пункты сбора и заменить их вот этим своим мероприятием. 2 июня этого года мы уже сделали это мероприятие. Оно зашло, оно вкатило. Во-первых, мы затронули пласт населения от мала до велика. То есть были дети, подростки, студенты, взрослые, пожилые даже пришли. Свои идеи уже презентовали 140 участников. Но это не предел. До конца смены еще есть время, чтобы предложить свой проект. 3 миллиона рублей – это максимальная сумма денежного гранта на реализацию своей задумки. Только по итогам первой смены поддержку получил 31 проект. Из 162 в общей сложности ребята получили 7 миллионов 100 тысяч рублей. Защита проектов ребят со второй смены состоится уже послезавтра. На великие дела мотивируют и спикеры. И только сегодня для участников форума выступили более 20 экспертов. Вчера мы говорили о том, как работать со стрессом, как его не надевать, как делать так, чтобы вы жили с удовольствием, легко и при этом очень продуктивно. А сегодня мы с утра говорили, как сделать так, чтобы мечты сбывались. Мне кажется, я бы уже упала бы от усталости где-то под стул валялась бы. А они что-то делают, работают, бегают. Молодцы. Мне нравится. Уже завтра здесь, на этой площадке, ребята отпразднуют День молодежи. Но не одни. На день участниками форума станут еще 300 тюменцев. А на десерт ребят ждет звездный сюрприз. Для них выступит Театр пантомимических игр и команда Студии «Союз». Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...